В этот день 6 января родились Александр Скрябин Выдающийся русский композитор Василий Дроздов Будущий святитель, митрополит Московский и Коломенский Филарет Именно ему государь Александр Второй поручил составление манифеста об отмене крепостного права 6 января 1834 года официальным гимном Российской империи Стал гимн Божий царя Крани 6 января 1813 года русский Император Александр Первый подписал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года В этот день 1217 года Орден меченосцев совершил набег на новгородскую землю Альберт говорил как христианин, а действовал как политик Умножал число воинов, строил крепости, хотел и духовного и мирского господства Так оценивал Карамзин, человека далекого прошлого, Альберта фон Буксгебден Тот открыл для всей Прибалтики целую эпоху Эпоху завоеваний, рыцарских орденов и крестовых походов До 13 века во всем громадном регионе царила определенная стабильность В нынешней Латвии, Литерея, Эстонии жили языческие племена Они принимали торговцев с запада Они веками жили бок о бок с русскими княжествами на востоке От них же принимали первых миссионеров В восточной Латвии были даже два православных княжества Со столицами Вьерсики и Кокнеси По-русски Кукейнос Временами приходили и миссионеры от папского престола Но деятельность их не была столь активной Как во времена епископа Альберта Это писал западный хронист Зная злобу Ливов и видя, что без помощи пилигримов Он ничего не добьется с этими людьми Епископ послал в Рим брата Теодориха и Старейды За грамотой на крестовый поход Альберт фон Бугсгерден был тем, кто основал Ригу Поставил там крепость Он убедил католический мир объявить язычникам Прибалтики крестовый поход Он почти каждую весну организовал вооруженные рейды по окрестностям Он стал родоначальником одного из сильнейших орденов В уставе этого братства вооруженных монахов было прямо прописано Это вооруженное рыцарское братство может убивать врагов креста без греха Время от времени сам Альберт или кто-то из братства совершали агитационные туры по Европе Убеждали тех рыцарей, у которых были проблемы со средствами, вступить в ряды ордена И новые корабли с вооруженными людьми отправлялись на восток Вскоре случилось так, что третья епископа восстала против своего отца Орден меченосцев высудил у папского престола треть всех земель, что он завоевал И фактически начал вести независимую от рижского епископа политику Хронисты сохранили для нас память о нескольких примечательных личностях Вот, скажем, один из лидеров меченосцев Вертельд фон Венден К 1210 году он так разошелся, что совершил со своими собратьями ряд походов в земли эстов Его пришлось усмирять самому епископу Альберту Почему? Возможно, Альберт опасался раньше времени столкнуться с сильными Псковом и Новгородом Те издавна почитали эстов своими вассалами и данниками И правда, уже вскоре западные хронисты и русские летописи начинают описывать рейды в эти земли знаменитого новгородского воителя Мстислава Удатного В то же время великий король Новгорода, а также король Пскова со всеми своими русскими пришли большим войском в Унгавнию Осадили замок Аденпе Те согласились на мир, крестили некоторых из них своим крещением Наконец, две главные силы Прибалтики столкнулись в прямом бою В 1216-17 годах меченосцы организовали первые набеги на Новгородщину Ответом был поход князя Владимира, младшего брата Мстислава Удатного Весной 1917 года он осадил значимый эстонский замок Аденпе Хронист пишет, и пали тут некоторые из братьев-рыцарей, храбрые люди, Константин, Бертольд и Илья И кое-кто из дружины епископа Знаменитый и устрашающий Бертольд пал Именно тогда рижский епископ обратился за помощью к датчанам А те, прибыв, основали крепость Ревель, Таллин И на несколько лет весь регион погрузился в резню Целую эпоху в этих землях не было почти ни одного мирного года С Новгородом более-менее прочный мир коррестоносцы заключили в 1224 году К собственному облегчению А по-настоящему бескураживающее поражение Меченосцы понесли в 1236 году при Сауле от литовских племен Их потери были таковы, что орден пришлось расформировать И сливать с более сильным Тевтонским орденом Однако цели свои меченосцы, наверное, достигли Прибалтика активно принимала Христа Но не с востока, а с запада Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова